Ученые продолжают беспокоиться о проблемах с концентрацией у молодых людей. Из года в год ситуация становится лишь хуже. Недавнее исследование установило, что в период с 2010 по 2022 год число диагнозов СДВГ утроилось, а студенты стали испытывать трудности с чтением. Нью-Йоркер опросил исследователей, чтобы вместе разобраться, в чем дело. Вместе с этим Нейтан Хейлер, автор статьи, в процессе раскрыл тайну Ордена Птиц — группы анонимных художников, которые призваны уделять внимание искусству и возводить его на новый уровень. Передаем привет Анастасии, Илюзе Сакаевой и ПМ. Вы можете присоединиться к нашим сообществам на Патреоне и Бусте по ссылке в описании. Нью-О-ЧЕМ Борьба за внимание Дисклеймер. В данном материале упоминаются отношения, противоречащие традиционным ценностям Российской Федерации, а также продукты компании Мета, признанной на территории Российской Федерации экстремистской организацией. Недавно в метро я оказался в знакомой всем неловкой ситуации. Я стоял позади попутчицы и смотрел, что она делает в телефоне. Вагон был набит битком, час пик. Тусклый холодный свет старых нью-йоркских поездов едва освещал лица пассажиров. Яркий экран привлекал мой взгляд, и я наблюдал, как она листает бесконечную ленту видео, которые люди наснимали у себя дома. Она смотрела каждое на протяжении 4-5 секунд, после чего переходила к следующему. Переключалась на мессенджеры и, ничего не отвечая, возвращалась обратно. Люди на экране в тщательно подобранных нарядах кривлялись словно мимы, отчаянно пытаясь получить то, чего она не могла им дать. Ее внимание. Я был подавлен. Ведь по обе стороны экрана я видел те же симптомы, что и у себя. На протяжении десятилетий мы слышим все новые и новые причины, почему наша способность удерживать внимание пугающе ослабевает. Технологии, жужжащие и мигающие устройства в карманах преследуют нас. Темп современной жизни, все более быстрый и раздробленный, не способствует концентрации. Эту проблему можно было игнорировать бесконечно долго, но беспокойство по поводу снижения внимания возникло еще в 40-х годах прошлого века, когда телевидение стало объектом критики за то, что оно отвлекает и поглощает наше время. С тех пор появилось множество новых технологий, некоторые из которых действительно полезны и функциональны. Однако в последнее время эта тревога значительно усилилась. В прошлом году Организация экономического сотрудничества и развития, ОСР, сообщила о значительном снижении успеваемости по чтению, математике и естественным наукам среди 15-летних школьников по всему миру за последние десятилетия. Треть из них назвала цифровые отвлечения основной причиной. Клинические проявления проблем с вниманием также растут. Недавнее исследование данных компании EPIC, занимающейся разработкой медицинского программного обеспечения, показало, что с 2010 по 2022 год число диагнозов СДВГ увеличилось в три раза, причем наибольший рост наблюдался среди детей младшего школьного возраста. Студентам колледжей становится все труднее читать книги, что подтверждают их преподаватели, многие из которых признаются, что сталкиваются с той же проблемой. Темп фильмов ускорился, кадры стали короче, а средняя длина популярных песен сократилась более чем на минуту с 1990 по 2020 год. В 2004 году психолог Глория Марк провела исследование, которое показало, что участники удерживали свое внимание на одном экране в среднем две с половиной минуты. В наши дни, отмечает она, этот показатель сократился до 47 секунд. «Внимание как категория не столь важно для молодых людей», поделился со мной недавно Джейк Маллен, писатель и учитель средней школы в Нью-Хейвене. «Сложно доказать, как внимание влияет на результат и что фокус на одной задаче, а не распыление на множество, облегчает выполнение сложных заданий», — отметил он. «Но это тот подход к преподаванию, которого я придерживаюсь». Он считает, что в этом нет вины студентов. Многозадачность и ее более благозвучный аналог «управление временем» стали целью в образовании. В качестве примера он приводит недавнее сокращение продолжительности теста SAT на 45 минут, экзамен, который американские учащиеся сдают на последнем году обучения в школе для того, чтобы поступить в высшие учебные заведения, применчание Нью-О-Чем, а также уменьшение объема заданий на понимание прочитанного до двух-трех предложений. По словам некоторых профессоров Лиги Плюща, им рекомендуют менять ход занятия каждые 10 минут, чтобы удерживать внимание студентов. То, что на первый взгляд кажется кризисом внимания, может быть на самом деле переосмыслением его ценности. Нам необходимо срочно определить, куда и зачем мы стремимся. В конечном счете, все сводится к рекламе и ее ключевому вопросу. Как привлечь внимание? Отметила Джоан Лионг, руководитель агентства Дэнсу, когда мы беседовали в конференц-зале на 13-м этаже ее офиса в Медтауне. Мы обсуждали новый рынок внимания под мерцание слайдов на стене, в то время как за окном раздавались обрывки разговоров из коридора. На протяжении десятилетий отношения между рекламой и аудиторией оставались туманными. Не было четкого понимания, что такое внимание и как его измерить. «Сегодня ситуация изменилась», — продолжает Лионг. «Появились более совершенные технологии для выполнения этой задачи». Дэнсу, одно из ведущих мировых рекламных агентств, сотрудничает с такими международными корпорациями, как Хайнекен, Хилтон, Хайнс, Microsoft Subway и многими другими. В 2019 году компания внедрила цифровые технологии для сбора данных, позволяющих не только отслеживать количество людей, увидевших рекламу, но и анализировать их последующее поведение. Эта информация может быть использована для количественной оценки ценности внимания. Еще в 1997 году технологический обозреватель Майкл Голдхабер предсказал мир, в котором внимание станет новой доминирующей валютой, заменив деньги. «Если у вас достаточно внимания, вы можете получить все, что захотите», — сетовал он. С тех пор реклама практически сравнялась по значимости с торговлей. «Шесть лет назад главный вопрос звучал так, можно ли эффективно измерить внимание?» — вспоминает Лионг. «Теперь же ситуация дошла до абсурда. Некоторые компании используют отслеживание движений глаз, другие занимаются кодированием лица, считывая эмоции по микровыражениям. Теперь главный вопрос не в том, как убедить клиентов обратить внимание, а в том, как сделать это наиболее эффективно». В английском языке основной глагол, связанный со словом «внимание», это «платить» — «to pay attention». В испанском языке это «одолжить» — «prestar attention». Швейцарский литературовед Ив Ситон, автор исследования о цифровой эпохе «Экология внимания», выступает против сведения внимания к экономическим терминам. Он считает, что традиционно внимание считалось ценным, потому что оно способно наделять ценностью другие вещи. Обращая внимание на что-то, вы делаете это интересным. Оценивая, вы придаёте этому ценность, утверждает он. По его мнению, относиться к вниманию как к простой рыночной валюте значит существенно недооценивать его истинную природу и значение. Интерес рекламодателей к вниманию как показателю возрос после публикации книги «Экономика внимания» 2001 года Томаса Хаадевенпорта и Джона К. Бека, в которой была предложена теория внимания как прелюдии к действию. «Мы обращаем внимание, чтобы совершить действие или купить». Однако на этот счёт уже давно существуют различные точки зрения. Нейробиолог Карл Фристон предположил, что «внимание» — это способ расстановки приоритетов и фильтрации сенсорных данных. Симона Вейль, один из наиболее красноречивых философов «внимания», также выступала против идеи о том, что «внимание» можно измерить экономически. В офисе Дэнсу Леонг в полосатом свитере и с аккуратно собранными волосами сидит рядом с Селестой Касл, руководителем отдела исследований и измерений. Селеста следит за расчётами, лежащими в основе собственного ответа Дэнсу на вопрос о ценности внимания, эффективной стоимости внимания на тысячу реакций. Раньше в рекламе использовались показатели, основанные на возможности увидеть. «Реакция — это просто показатель того, что объявление было просмотрено», — объясняет Леонг. Но последние данные показали, что даже большинство якобы просматриваемых объявлений на самом деле не просматриваются. «Сейчас считается, что продолжительность внимания потребителей составляет менее 8 секунд», — говорит Раджа Раджамонар, директор по маркетингу Мастеркард клиента Дэнсу. «Это меньше, чем у золотой рыбки». В Дэнсу, как и в других компаниях, стремятся извлечь максимум из этих крупиц внимания. Некоторые наблюдатели сравнивают этот процесс с гидроразрывом пласта, используемым для добычи остатков ископаемого топлива. На мой вопрос, не приведет ли это к еще большему рассеиванию внимания людей, Кассел ответила, что оптимизация позволит рекламе точнее подстраиваться под аудиторию. «С совершенствованием измерения внимания», — заключила она, «некоторые вещи отойдут на второй план, и мы сможем отбросить все лишнее». В прошлогоднем сборнике научных эссе «Сцены внимания» редакторы Дэ Грэм Бернетт и Джастин Смит Рую оспаривают распространенное мнение. Они считают, что снижение концентрации внимания не вызвано исключительно технологическим прогрессом. Да, технологии и жизнь ускорились, но считать инновации первопричиной ошибочно. Люди создают технологии, но в контексте того, что для кого-то они необходимы или желаемы. Не то чтобы люди после тысячелетий раздумий ни с того ни с сего придумали паровой двигатель, прялку и телеграф и привели нас к современной жизни. Скорее наоборот, появились в ответ на изменившиеся приоритеты людей. Продуктивность, объективные показатели, новые цели. В этом смысле ускорение темпа жизни — не неизбежность, а идеологический результат. Бернетт, историк науки из Принстона, автор пяти книг на самые разные темы, от изготовления линз в XVII веке до судебной системы Нью-Йорка. Последние несколько лет он посвятил изучению истории научного исследования внимания. «Именно наука порезала на куски эту туманную, трудноопределимую особенность нашей сознательной и сенсорной жизни, чтобы рынок мог назначить за нее цену», — заявил Бернетт. Для академика за кафедрой Бернетт выглядел довольно нестандартно. «Высокий, сидеющий бородой любителя походов и светло-коричневыми волосами, стянутыми в пучок, на нем 16 серебряных колец, ногти накрашены бронзовым лаком. Одежда, футболка, свитер с V-образным вырезом, брюки-клёш, исключительно светло-серых оттенков. Он выглядел так, словно только что закончил паять металл на заброшенном чердаке». Бернетт утверждал, что научные модели внимания тоже были продуктом своего времени. Так называемые исследования бдительности, в которых внимание рассматривалось как когнитивная бдительность, совпали с ростом монотонной работы на контрольных панелях после Второй мировой войны. Когда солдаты стали получать многочисленные директивы по проводам, наука занялась вопросом многоканального восприятия информации. Компании, ранее использовавшие билборды и печатные объявления для массового охвата, теперь стремятся привлечь внимание потребителей в их личное время. В своей книге «Торговцы вниманием» юрист Тим Ву отмечает, что мы неосознанно разрешили коммерческое использование нашего внимания практически в любом месте и в любое время. В связи с этим неудивительно, что молодые люди стали испытывать трудности с концентрацией. В статье, опубликованной в «Таймс» осенью прошлого года, Бернет и его соавторы утверждают, что школы должны не только требовать от учеников сосредоточенности, но и учить их этому. Я навестил Бернета в его квартире в Вашингтон-Хайтс, где он живет со своей девушкой, режиссером Алисой Лох и двумя детьми-подростками. Окна гостиной были открыты, и бриз с реки Гудзон развивал серебряные спирали, свисавшие с потолка. На серванте стояло выдутое страусиное яйцо с изящно выгравированным изображением скелета птицы. Подарок одного из его студентов. Идеальное сочетание техники скрим-шоу и рентгеновского снимка птицы. Прокомментировал Бернет из открытой кухни, пока нарезал редис для салата. Скрим-шоу, разновидности резьбы по кости, включающая в себя гравировку с подкраской рисунка. Примечание ни о чем. Остальная часть гостиной была художественно оформлена, словно представлена для изучения гостям. Пол был устлан выцветшим ковром дхури, а обеденный стол был сделан из цельного ствола дерева. В углу располагался своеобразный алтарь из необычных предметов. Лука и стрелы с перьями из гаяны, скелета птицы и небольшой стопки старых книг в кожаных переплетах, среди которых первое английское издание Луазу «Птица». Исследование о птицах XIX века историка Жюля Мишле и «Конорейки и птицы в клетках» орнитолога Джорджа Холдена. Лекции, на которых основаны эти главы, были объявлены как прочитанные под эгидой одного из наших птичьих клубов, гласила книга. Поскольку слово «эгида» — «ospices» происходит от латинского «авис» — «птица» и «спекере» — «смотреть». Этот отрывок пробудил во мне давно забытые воспоминания о таинственном Ордене Третьей Птицы, якобы тайном международном сообществе художников, писателей, книготорговцев, профессоров и авангардистов, существующие уже несколько веков. Участники Ордена собирались в музеях, полчаса пристально смотрели на произведения искусства и исчезали, завершив свой странный подвиг внимания. Название отсылает к древней легенде о трех птицах и картине Зевксиса. Первую спугнули, вторая подошла и попыталась съесть нарисованный плод, а третья просто смотрела. Еще тогда я попытался связаться с Орденом, но мои попытки ни к чему не привели. Это что-то вроде бойцовского клуба. Объяснил мне кто-то позже с той степенью искренности, которую, как и многое другое в Ордене Третьей Птицы, мне было трудно оценить. Ведь первое правило птиц — не говорить о птицах. Может быть, Бернетт знает больше? Впоследствии Бернетт признался, что он давно состоит в птицах. По его словам, работа Ордена была сложнее, чем казалось. Некоторые птицы, обеспокоенные повсеместной потерей внимания в обществе, стали более открыты к обсуждению своей практики, чем раньше. На протяжении многих лет Орден посвящал себя своей главной теме — что такое внимание, как им управлять и на что оно способно. С помощью Бернета я отправил очередное сообщение в птичий край, не особо рассчитывая на ответ. Но все вышло совсем иначе. «Однажды воскресным утром я получил загадочное сообщение от перформансиста Стива Кнауса, с которым мы никогда лично не встречались. Давайте запланируем встречу в месте, отмеченном на карте», — гласило сообщение. К карте прилагался спутниковый снимок района вокруг 155-й улицы и Бродвея, на котором красной стрелкой было отмечено здание музея и библиотеки Испанского общества. Позже, когда я уже ехал в поезде навстречу, Кнаус отправил мне запрос в «Найти мой айфон». Я последовал за сигналом через Адюбон-Террас, площадь, названную в честь художника и орнитолога XIX века, и вошел в галерею Испанского общества. Моим глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к полумраку. В том месте, где, как сообщил мне телефон, находился Кнаус, спиной ко мне сидела молодая женщина в черной футболке и смотрела на картину. Я сел рядом с ней. «Стиви?» — спросил я. На ней были широкие зеленые брюки Диккес, высокие кожаные ботинки на шнуровке и асимметричные серьги. Она повернулась ко мне, окинула взглядом, а затем снова обратила внимание на картину. Кнаус назвала себя эмиссаром птиц и рассказала, как они действуют. «Практика длится 28 минут. Четыре части по семь минут», — объяснила она. «О переходе от одной части к другой сообщает колокольчик. Кнаус рассказала мне, что некоторые птицы никогда не встречались лично. Об акциях они узнавали из электронных писем, отправленных с псевдонимов. Об этой она узнала от некоего «Ribal Rebellious», а имена приглашенных всегда скрывались. Любая птица могла инициировать акцию. Орден не управлялся из единого центра. Существующие птицы приглашали новых участников по своему усмотрению, и таким образом Орден постепенно привлекал новых людей в местные отделения, известные как стайки. Никто точно не знал, сколько птиц в мире. В одном только Нью-Йорке существовало несколько стаек, в той или иной степени пересекающихся друг с другом, но считалось, что их сотни. Акции происходили в самых разных уголках мира, включая такие далекие места, как Корея, Галапагосские острова и Канзас. Кнаус проводила взглядом нескольких прохожих. Первая семиминутная фаза называется «встреча», что-то вроде входа на вечеринку. «Сначала ты осматриваешься. Прибыв на место действия, птицы блуждают. Объект акции редко, если вообще когда-либо, определяется заранее, но обычно это самая неприглядная работа в поле зрения. В музее это будет картина рядом с туалетом или на стене напротив Мона Лизы», объяснил мне Бернет. «Работа не объявляется заранее, потому что птицы должны найти ее, используя внимание. Те, кто не смогут, просто следуют за стоей. Далее следует присутствие, которое объявляется первым звонком. На вечеринке это время, когда вы можете завязать с кем-то разговор», объясняет Кнаус. «Птицы выстраиваются перед произведением искусства бок о бок в так называемую фалангу. В течение семи минут они молча уделяют работе все свое внимание. В этот период не рекомендуется делать три вещи. Первое — это то, что называется стадием, то есть анализ на основе изучения. Второе — интерпретация. А третье — суждение. Если произведение кажется птицам оскорбительным или просто плохим, они должны отбросить эту реакцию. Алиса Лох, партнер Шабернета, которая тоже является птицей, сказала мне, что понимает эти запреты как защиту от способов, которыми люди отключают внимание. Частые вопросы в отношении предметов искусства. Для чего они нужны и что с ними делать? Мы, птицы, чаще всего отказываемся отвечать на эти вопросы. Нельзя разгадать произведение, оценивать, победоносно заявлять, что правильно определили его происхождение или что это образец XVIII века. Вы просто присутствуете. Второй звонок возвещает о начале отрицания. Фазы, в которые птицы пытаются выкинуть объект из головы. Некоторые ложатся, другие закрывают глаза. По третьему звонку через семь минут группа вновь собирается в фалангу для осмысления. Хороший способ понять фазу осмысления — это задать вопрос, что нужно этой работе. В некоторых случаях ответ может быть конкретным, например, переместиться на соседнюю стену, но чаще он абстрактен. Возможно, скульптура хочет, чтобы на нее залезли дети. Может быть, произведение хочет, чтобы вы услышали его песню, загадочно заметила Кнаус. По финальному звонку птица расходится. «Покиньте место акции, найдите тихое место и запишите свой опыт прохождения четырех фаз», — сказала Кнаус. Через некоторое время птицы встречаются, обычно в кафе для коллоквиума, в ходе которого по очереди делятся своими впечатлениями, не избегая даже самых незначительных деталей. Некоторые птицы считают коллоквиум самым важным этапом. Он отличается от их осознанного подхода и других индивидуальных этапов. Обсуждение может принести невероятный заряд. Необычно проводить так много времени в небольшой группе, глядя на одну вещь, и еще более необычно обсуждать свои впечатления, доходя до сверхтонких вибраций и ассоциаций, которые они вызывают, — поделился Адам Джаспер, доцент кафедры истории архитектуры в Китайском университете Гонконга. «Есть люди, с которыми я участвовал в акциях птиц больше нескольких раз. Я знаю об их эмоциональном и ментальном устройстве больше, чем имею на это право». Писатель Брэд Фокс описал этот опыт как «наблюдение за людьми в их лучших проявлениях». Кнаус, проверив свой телефон, внезапно заторопилась. «Мне пора», — сообщила она. «Но сначала, по традиции, я передам вам вот это». Она вытащила из одной из петель своего пояса кусок ткани шафранового цвета, оторвала полоску и протянула мне. По ее словам, так птицы узнают друг друга. «После того, как я уйду, вы выйдете из этой двери слева на террасу и повернете направо», — сказала она, поднимаясь. «Произведение будет слева от вас». «Но как я пойму, какая из них та самая?» — спросил я. «Вы поймете». Отрезала Кнаус и ушла. Снаружи, в солнечном свете, мать играла с двумя детьми у желтой инсталляции Хисуса Рафаэля Сота. Нет, она не птица. За столиком сидел пожилой мужчина. Возможно, но маловероятно. Потом я увидел их. Высокий худой мужчина и беременная женщина, пересекали террасу, неотличимая от других прохожих, если бы не проблески шафранового цвета, подобные моим. Птицы были здесь. Несмотря на все недавние лабораторные исследования, внимание веками оставалось сферой гуманитарного обмена. Стоики писали о просохи, бдительном внимании, как о необходимом условии морального сознания. Для Фрейда «Глахшвибенде ауфмерксамкайт» или «Равномерно распределенное внимание» было рабочим методом психоаналитика. Бернет часто приводит образ внимания из романа Генри Джеймса «Крылья голубки» «Большая пустая чашка на столе между занятым доктором и его страдающим пациентом», то, что Бернет описывает как нечто среднее между предложением и готовностью принять. Многие сходятся во мнении, что именно Уильям Джеймс, брат Генри, разработал первую полноценную американскую концепцию внимания. В посвященной этому явлению главе своей книги «Принципы психологии 1890 года» Джеймс описывает внимание как неустанный процесс. Когда нам кажется, что мы в состоянии его удержать, наш разум отвлекается на какие-то домашние дела и затем возвращается. На самом деле продолжительное внимание — это поток отдельных моментов сосредоточенности. Поэтому, несмотря на сложность и многосторонность мира, в сознании никогда не бывает множества идей одновременно. Это наблюдение легло в основу философских трудов Джеймса. Когда мы смотрим на скульптуру, камень не меняется, но произведение искусства, которое мы видим, меняется, потому что мы постоянно замечаем разные детали. Модель Джеймса противоречит представлению о том, что внимание — это нечто, что мы просто уделяем, свободно от блуждающих мыслей и личных размышлений. В понимании Джеймса заложено также и функциональное определение искусства. В своем объективном состоянии «Звездная ночь» Ван Гога — это просто мазки краски на холсте. Где-нибудь на Луне, без зрителей, эта картина была бы простым космическим мусором. Только когда я обращаю свое внимание на холст, привнося в него свой личный опыт, знание мира, образ мышления и восприятия, он становится произведением искусства. Это не означает, что гениальность Ван Гога — плод воображения или моя проекция. Это лишь значит, что произведение искусства — это не физический объект и немысленный образ зрителя, а нечто среднее, созданное в пространстве внимания. Бразильский искусствовед и политический активист Марио Педросо писал об этом опыте как о диалоге между формой и восприятием. «На самом деле все довольно просто. Как-то раз сказал мне Лен Наллинс, еще один представитель птичьего клана. Птицы используют внимание как материал, подобно глине, словам, мрамору или масляным краскам. Ты используешь свое внимание, чтобы создать нечто, но только ты можешь это увидеть. Поэтому тебе приходится переводить это в слова, чтобы поделиться этим с другими». Наллинс несколько лет проработал профсоюзным организатором, но сейчас он доцент кафедры английского языка в колледже Маунт-Сент-Винсент в Бронксе. Многие из птиц, с которыми я познакомился, были учеными. Многие из них испытывали фаустовский ужас от осознания того, что им удалось достичь успеха на выбранной стезе, но не приблизиться к пониманию людского компонента искусства, изначально всколыхнувшего их интерес. Джоанна Федуча, доцент истории искусства в Ельском университете, сказала мне. «Есть один историк искусства, Майкл Энн Холли. Он пишет о том, что у историков искусства есть меланхоличная черта. Они осознают, что мы никогда не сможем постичь истину, никогда не доберемся до сути того, что изначально нас привлекло. Так я начал понимать птичий взгляд на мир. Он представляет собой еще один способ познания искусства. Способ коллективный и, тем не менее, проистекающий из субъективного осознания или опыта. «Думаю, для всех нас загадка, что делать с произведением искусства, или даже просто как находиться рядом с ним», сказал Джефф Долвин, профессор английского языка в Принстоне и один из птиц. «Вот мы здесь, вместе. И что теперь?» В этом есть что-то от неловкости школьной дискотеки. Люди испытывают какие-то искренние эмоции, находясь в одном помещении, но, не зная, как начать общение, сдаются и остаются около стеночки. Для некоторых птицы предоставляют структуру и эстетику, выраженную в непропорционально большом количестве брошюр и руководств, напечатанных в эпиграмматическом стиле, который скорее подошел бы для гадальной палатки. Я вспоминаю, что поначалу приятный порядок действий показался мне отталкивающим. «Серьезно, вы ожидаете, что я буду городить такую многословную чушь?» поясняет куратор Габриэль Перес-Барейра. Но за годы практики внимания я понял, что чем больше у тебя опор, тем свободнее становится опыт. Не в силах полностью отказаться от своих академических привычек, подгруппа птиц выпустила собственное исследование. В начале прошлого десятилетия Бернетт и пара его коллег начали писать и рецензировать статьи для воображаемого научного журнала, посвященного исследованию феномена птиц. Поначалу проект был способом обменяться идеями относительно работы Ордена над практиками внимания без необходимости писать об этом напрямую. Как и сами птицы, я получил разрешение участвовать в их практиках с тем условием, что не стану описывать их на бумаге. Как объяснил один из птиц, «Мне страшно, что люди станут ошибочно принимать описание действия за само действие». Однако многим понравилось писать для воображаемого журнала так называемого эстетического общества трансцендентного и прикладного понимания, сейчас слившееся с обществом эстетов-понимателей, или ЭОТПП, ОЭПП. А некоторым такое занятие понравилось больше, чем их основная работа. Когда в 2021 году Бернет и два его соредактора завершили отбор материалов, у них получился увесистый томик толщиной в более чем 750 страниц. Этот выпуск журнала под заголовком «В поисках третьей птицы» составлен силами преданных своему делу исследователей, пытающихся выследить и описать ускользающий от них орден. Представленная в журнале статьи – не чистая фикция, в их числе реальные научные исследования, посвященные феномену внимания. Но это не значит, что они на 100% объективны и верны. В содержании просачиваются контрафактные истории, ссылающиеся друг на друга. Какие-то из статей подписаны настоящими учеными, но некоторые напечатаны под птичьими псевдонимами, например, Молли Годстаук, с причудливыми биографиями. Джастин Смит Рую, писатель и профессор Парижского университета, а также один из выпускающих редакторов «В поисках третьей птицы», с гордостью говорил мне о мироустроительном измерении сборника. «Мы решили, давайте сделаем из научного подхода форму арт-высказывания. Когда я смотрю на мир, у меня возникает чувство, что что-то безвозвратно утрачивается», – поделился он со мной. «Иногда мне кажется, что дело во внимании, иногда в воображении, а иногда» – он делает паузу, подбирая слова – «кажется, что исчезает сама суть того, к чему ты стремился, выбирая филологию. Тот полувымышленный, полуреальный образ, который ты надеялся воплотить в жизнь, что бы это ни было, сейчас оно под угрозой». Недавно я заглянул в один из официальных магазинов Apple, чтобы примерить новые очки дополнительной реальности Apple Vision Pro. Я видел много роликов, в которых люди разгуливали в них по улицам, взаимодействуя с невидимыми для окружающих предметами и делая ужасно выглядящие жесты, смахивая или хватая существующие лишь для них страницы и иконки. Надев на себя девайс под присмотром сотрудника, я словно оказался заперт в пространстве, где мое внимание оказалось одновременно пассивнее и активнее обычного. Детали внутриочечного мира были словно заранее настроены для изучения. Я перенесся из заснеженной Исландии на берега озера около Маунт Худ. Тихий живописный пейзаж без намека на других обитателей разворачивался у меня перед глазами. Вид менялся в зависимости от настроек меню, которое можно было открыть с помощью кнопки, постоянно висевшей у меня перед глазами. Когда я смотрел видеоролик с девушкой, задувавшей свечи на торте, мое сердце чуть не остановилось от всепоглощающего чувства одиночества. Я чувствовал себя последним человеком на земле. При этом с каждым движением моих глаз что-то происходило. Когда я открыл Word, передо мной возникла клавиатура. Консультант подсказал, что я могу печатать с помощью глаз. Так я и поступил, переводя взгляд с буквы на букву. Для человека, привыкшего зачастую печатать вслепую, пока его взгляд рассеянно блуждает по комнате, такое детальное погружение в покнопочное печатание показалось нереалистичным способом записи, сродни вождению автомобиля, глядя на двигатель. Идея отслеживать внимание с помощью анализа движений глаз уже более ста лет. В 1970-е страдавший от глоукомы французский офтальмолог Луи Эмиль Джаваль начал изучать мельчайшие движения глаз. Он назвал их саккадами, ассоциируя эти скачкообразные движения с резкими движениями пришпоренных лошадей, с целью понять, каким образом люди читают. В середине 20-го столетия советский психолог Альфред Ярбус, урожденный Краковский, приставил контактную линзу к поверхности глаза и отследил его маршрут. Ярбус изучал явление, на протяжении долгого времени ускользавшее от внимания науки. Загадку внимания людей к искусству. В рамках своего наиболее известного эксперимента ученый использовал картину Репина «Не ждали» — реалистичное полотно со сценой возвращения на родовольца к семье. Участников эксперимента просили сначала спокойно посмотреть на картину, а потом взглянуть на нее снова, но уже следуя подсказкам, которые направляли их внимание. В СССР результаты эксперимента могли быть использованы для подкрепления тезиса об эффективности социального образования. На Западе утверждение о том, что внимание человеческого взгляда поддается внушению, имело коммерческий эффект. В последние десятилетия ученые и рекламщики использовали усовершенствованные версии техники Ярбуса. Вместо того, чтобы использовать контактные линзы, они зачастую отслеживают микродвижение зрачка с помощью инфракрасного излучения, метода которой также задействуется в Vision Pro. Однако люди видят то, что хотят увидеть. Одна из теорий, объясняющих кризис внимания, заключается в том, что на самом деле речь идет о кризисе его измерения и оценки, сигналы, на которых мы фокусируемся, наше понимание происходящего. Если под вниманием подразумевается борьба за наш непосредственный взгляд, то этот взгляд становится ценным товаром, а не просто медленно адаптирующимся к реальности прицелом. Внимание воспринимается как ресурс, которым можно обмениваться, так что все усилия науки направлены на то, чтобы оценить и классифицировать этот объект. Объясняет мне Майк Фоллетт, управляющий директор Lumen Research, компанией, в которой, по ее собственным оценкам, хранится крупнейшая в мире база данных по отслеживанию движения зрачка. В прошлом десятилетии в спонсируемых корпораций и экспериментах приняло участие на платной основе более полумиллиона человек. Компания также поставляет львиную долю необработанного массива данных по вниманию, использующегося в моделях Denso. Поначалу Lumen рассылала инфракрасные наборы отслеживания движений зрачков, однако в процессе то и дело возникали проблемы. Со временем компанией было разработано приложение, позволяющее использовать встроенные камеры смартфона, чтобы фиксировать вспышки отражаемого зрачками света. «Теперь мы можем собрать данные от тысячи человек для эксперимента, и все это за полдня», — делится Фоллет. «Мы фиксируем не только количество людей, взглянувших на рекламные объявления, или на протяжении какого времени они на них смотрели, но и сколько человек кликнуло на рекламные ссылки, а также купили ли они представленные по ссылкам товары». И, тем не менее, по словам Фоллета, наше сознание не сводится целиком к движению глаз. «Отслеживание движения зрачков неравнозначно измерению внимания, и в этом деле есть множество нюансов», — поясняет он. «Вы можете взглянуть, но не увидеть, или увидеть, не глядя». Язык тела также сигнализирует о различных типах внимания. Люди смотрят телевизор не в той же позе, в которой они смотрят в экраны своих смартфонов или ноутбуков. Они читают «Таймс», сидя совершенно иначе, чем когда ищут билеты на самолет в Париж. Чем больше типов данных ученые включают в свои исследования, тем удивительнее и загадочнее становится картина человеческого внимания. Фоллет убежден, что по многим показателям социальные сети являются худшей средой для размещения рекламы. Люди прокручивают ленту с такой ужасающей скоростью, это как игровой автомат в казино в Вегасе. Не удивительно, что никто из них даже не смотрит на рекламу. В то же время, согласно его данным, одним из самых ценных рекламных пространств являются места рядом с длинными увлекательными статьями из авторитетных изданий. «Оказывается, внимание к рекламе напрямую зависит от внимания, уделяемого контенту», — объясняет он. «Общая тенденция к упрощению материала, возможно, способствовала и созданию мифа о сокращающемся периоде активного внимания. Может быть, у людей действительно нет времени смотреть 36-секундный рекламный ролик, а может быть, они просто не склонны делать это на Фейсбук», — продолжает он. «Поэтому Фейсбук реагирует, разрабатывая новые рекламные продукты, рассчитанные на 5-6 секунд. Таким образом, платформы создают собственную экосистему искусственного дефицита времени. Это как извечная загадка о курице и яйце», — добавляет Фоллетт. «Для большинства людей внимание — это не точка визуального фокуса, а нечто более близкое к теплому ветерку, проникающему через открытое окно и доносящему ароматы издалека. Мы чувствуем его силу, когда читаем захватывающий роман, мы находим его, когда посещаем новое место и замечаем все вокруг впервые». Для Мориса Мерло-Понти, феноменолога и середины 20 века, внимание было неудобной истинной современности, сутью того, почему и эмпирическая наука, и чистый внутренний разум обречены на провал в попытках постичь мир таким, какой он есть на самом деле. Современность ценит объективные измерения и передаваемые знания больше, чем опыт, и все же на протяжении тысячелетий опыт был неразрывно связан со знанием. Наши старшие были нашими мудрецами. Объективность — это большое достижение, но вместе с тем она выжигает эмпирический опыт, превращая его просто в личный. Рассуждал Бернет однажды за ужином в Саут-Гэмптоне, где птицы когда-то провели несколько резиденций благодаря поддержке художника Роберта Уилсона. Небольшой обеденный зал был заполнен ими. Феноменология скажет, эй, почему бы не вернуться к опыту и не разбить его об колено на объективность и субъективность, отбросив субъективное как слабое, продолжил Бернет. Можем ли мы обратиться к своему опыту, придерживаться его и превратить во что-то реальное и истинное, а не просто выплеск эмоций? В тот день я гулял с Алисой Лох, которая обнаружила птиц самостоятельно еще до встречи с Бернетом. «Мне казалось, что все, что я вижу в жизни, говорит об одном и том же. Мир интереснее, чем его образ в голове», — вспоминает она. Запреты птиц на изучение, интерпретацию и суждение казались ей применимыми и к людям. «Нельзя использовать людей или думать, что полностью понимаешь их», — рассуждает она. «Как относиться к людям справедливо?» Мой ответ — внимание. Нужно проявлять к ним внимание. Для некоторых людей совместные занятия — это не только вопрос этики, но и политический акт. Кристин Лоулер, профессор социологии в Маунтсен-Винсент и автор научной монографии о серфинге, заинтересовалась птицами. По ее словам, ее привлекла идея о том, что люди могут вместе создавать свой собственный мир. Она продолжила. «Непрерывный поток образов, который обрушивается на нас, разрушает нашу субъективность. Это оставляет людям, особенно молодым, меньше пространства для того, чтобы самостоятельно решать, что им интересно. В этом смысле возвращение себе контроля над своим вниманием становится актом сопротивления». В своей новой книге «Тревожное поколение» социолог и публицист Джонатан Хейт связывает распространение смартфонов с ростом подростковой депрессии и другими негативными последствиями. «Представители поколения Z стали подопытными кроликами в радикально новом эксперименте по взрослению, вдали от реального общения в небольших сообществах, в которых эволюционировал человек», — пишет он. «Это как если бы они стали первым поколением, выросшим на Марсе». В поисках ответа Лоулер, Лен Налленс и другие начали преподавать в основанной имя школе радикального внимания имени Стротера. Школа названа в честь Мэтью Стротера, молодого участника движения птицы, который умер в прошлом году от рака. Ей руководит организация «Друзья внимания». Преподаватели проводят семинары в государственных школах Нью-Йорка. Для взрослых есть вечерние курсы и бесплатные лаборатории внимания по выходным. «Не обязательно быть птицей, чтобы добиться таких же результатов», — отмечает Бернет. «В субботу днем я заглянул на один из семинаров для взрослых в школе Стротера, который проходил в общественном центре в Нижнем Эссайде. Пришли около 50 человек, многие из которых были моложе 30. Молодые люди, которыми я восхищался, подходили ко мне с запросом «Мне нужно стать продуктивнее», — рассказал мне директор программы школы Питер Шмидт, бывший ученик Бернета. «Но как только они оказываются здесь, в этой комнате, мы создаем условия, в которых они могут получить более глубокий, менее поверхностный опыт». «Мы расселись широким углом. Дневной свет лился сквозь панорамные окна. Сейчас я предложу вам найти в этой комнате какой-нибудь объект, на котором вы сможете зафиксировать свой взгляд», — начал Шмидт. «Затем, не двигая глазами, постарайтесь увидеть что-то боковым зрением». Он подождал 10 секунд, пока мы выполняли упражнение, а затем позвонил в колокольчик. «Давайте вспомним. Вы фиксировали взгляд на определенном месте, а затем какая-то другая ваша часть словно сканировала все, что попадало в поле зрения», — подытожил он. «Вопрос. Что это была за часть? Что именно двигалось?» Разумеется, это было внимание. Суть упражнения Шмидта в том, чтобы понять разницу между движением ума и движением глаза. В течение следующих двух часов были и другие короткие упражнения, направленные на развитие концентрации и внимания. Продюсер и диджей по имени Трой Бах Трой Митчелл в ярко-зеленой флисовой кофте четыре раза проиграл свою экспериментальную композицию, прося слушателей каждый раз сосредоточиться на разных аспектах музыки. Лох и ее коллега вывели группу на балкон, чтобы исследовать городской пейзаж различными способами. Сначала просто смотря на него, затем делая селфи, потом, глядя на отражение в выключенном экране телефона и, наконец, с закрытыми глазами. После этого все собрались в небольшой круг, как принято у птиц, чтобы поделиться своими впечатлениями. Налинс рассказал мне об истоках школы. «Я встретил в Ордене Птиц много замечательных людей, но кем они были? В основном белые, представители академических кругов, художники», — ответил он. И все же, по его мнению, самыми большими жертвами похищения внимания были молодые люди из малообеспеченных семей, которые, как и некоторые из его студентов, имели доступ к культуре, в основном через свои телефоны. Я чувствовал особую потребность попытаться достучаться до студентов, которых я считал очень умными, но у которых, а, не было возможности посещать Метрополитен-музей из-за своего социального положения, и Б, были только телефоны, но не книги. Одной из его учениц была Яхони Хермосон, старшекурсница, изучавшая английский язык. Она родилась в Доминиканской республике и выросла в Бронксе. Хотя Яхони получала отличные оценки на занятиях Налинса, она часто их пропускала. Налинс предложил ей сначала исправить это, а затем попробовать что-то новое. Он сказал что-то вроде «Я состою в этой некоммерческой организации, я хочу, чтобы ты пришла к нам навстречу», вспоминает Хермосон. Так она и поступила, и тот опыт ее глубоко тронул. «Не знаю, как описать это чувство», поделилась она. «Иногда кажется, что в нашем мире все и все взаимозаменяемы, будто ничто не имеет ценности. Но потом приходишь сюда и вдруг понимаешь. Нет, все важно. Важен ты сам. Важно даже это здание». Когда она узнала, что самому молодому ведущему в школе Строттера было целых 27, она решила подать заявку на работу. В тот день именно Хермосон завершала семинар. «Не все птицы стремились к публичной открытости группы. Я не была активна в течение многих лет», рассказывает Доротея фон Мольтке, совладелица Лабиринф Букс в Принстоне. «Меня никогда не привлекала перформативная сторона. Я любила дух бунтарства. Тем не менее, на периферии Ордена зарождается новый авангард. Я считаю, что самое важное в этих практиках – их открытость и то, что люди имеют абсолютную свободу переосмысливать и адаптировать их», рассказала мне Дафна, сотрудница организации по поддержке транссообщества в Монреале. «Практики, которые мы проводим в моем городе, сильно отличаются от практик, которым меня учили здесь. Однажды дождливым днем я наблюдал за акцией, которую созвала в новом музее одна из нью-йоркских птиц. Когда прозвенел первый звонок, четыре птицы вышли из толпы, чтобы выстроиться фалангой перед картиной Леоноры Каррингтон «Гигантесса. Хранительница яйца» с сюрреалистическим полотном, на котором изображена женщина, окруженная стаей птиц. Группа, состоящая из двух робких молодых людей и двух женщин в дождевиках, не выглядела угрожающе. Однако к тому времени, как прозвучал второй звонок, охранники уже были настороже, выглядывая из-за перегородок и переписываясь в телефонах. Посетители замирали на месте, словно загипнотизированные. Но чем? Подобные реакции вполне обычны. Быстро понимаешь, что даже музеи, казалось бы, места, посвященные искусству, не рассчитаны на то, чтобы люди проводили перед картинами больше стандартных 15 секунд, говорит Бернетт. Недавние акты вандализма в отношении произведений искусства привлекли к усилению мер безопасности, но давление всегда существовало. Среди нью-йоркских точек сбора Гугенхайм считается наиболее либеральным. В 2014 году Налинс организовал акцию о фреске Джули Мехрету в вестибюле здания Голдман Сакс в Нижнем Манхэттене. Произведение, которое компания позиционировала как общедоступное, видимое прохожим через большие окна вестибюля. Как только птицы начали собираться на тротуаре, охрана велела им уйти. Следуя указаниям Налинса, они продолжили созерцать фреску через окна. Прибыла полиция. «Где здесь общественный тротуар?» обратился Налинс к полицейским. «Мы просто хотим посмотреть на произведение искусства». «Как-то не похоже», заметил один из полицейских. «И правда, началась фаза отрицания. Одна птица изучала кусты, другая, похоже, уснула». «Это же перформанс», заявил он. «У вас есть на него разрешение?» Налинс посмотрел на полицейского, на других птиц и снова на полицейского. Затем он доверительно наклонился к нему и сказал, «Ну, не особо-то это и перформанс, правда?» Структура, которой я научился у Кнауса, встреча, присутствие, отрицание, осмысление, известна в Ордене как стандартный протокол. Было разработано множество его вариаций. Существует протокол ветивера для восприятия ароматов. Есть протокол морского дозора, который следует выполнять в воде. Его последний шаг — вынырнуть на поверхность, избавиться от жабр. Некоторые изобретения быстро забываются, но наиболее удачные сохраняются. Встречаясь с птицами в Шанхае и Бейруте, двух городах, где участники публичных, полуперформативных собраний могли столкнуться с реальной опасностью, Бернет помог разработать форму акции на ходу, названную Доплеровским протоколом. Присутствие происходит при приближении к произведению, отрицание — в момент достижения его, а осмысление — оглядываясь через плечо, уже удаляясь. «Мы называем это орфической реализацией, а-ля Орфей», — объясняет Бернет. Вернувшись в Нью-Йорк, он опробовал этот метод на статуи Христофора Колумба на Коламбус Сёркл, в то время как птицы наблюдали за ним, идя по Восьмой Авеню. Один из самых значимых протоколов, Просфорион, исполняется в отношении объекта огромной важности, ставшего недоступным. В этом протоколе один из участников превращается в этот объект. Однажды Налленс обратился опрокинутой дугой, скульптурой Ричарда Серры, которая была установлена на площади Фолли и демонтирована в 1989 году после бурных споров. И снова к нему подошел охранник. «Я скульптура!» — воскликнул он и непоколебимо застыл в позе, напоминающей опрокинутую дугу. Охранник отреагировал в типично нью-йоркской манере. «Ладно, ладно», — и пошел своей дорогой. Мне так и не довелось видеть Просфорион своими глазами, но несколько птиц поделились со мной, что этот протокол обладает неожиданной эмоциональной силой. На завершающей стадии отсутствующий объект вступает с вами в контакт. «Люди плачут или впадают в транс», — рассказывает Кэтрин Хансен. «Очень трудно не думать о том, что вы потеряли или чего вам не хватает». Кэтлин Суини, директор по цифровым публикациям Института Вильденштейна Платнера, занимающегося составлением полных каталогов произведений искусства, была настолько тронута акцией «Опрокинутая дуга», что передала письменный отчет о ней своему другу, работавшему на сэру. К ее удивлению, она получила восторженный отклик от жены сэры, и этот отчет был включен в студийное досье на скульптуру, сделав искусство внимания птиц частью истории самого скандального произведения художника. «Подобные свидетельства размаха Ордена заставили меня еще больше задуматься о его истоках». Суини не была уверена, откуда взялись птицы. Адам Джаспер заметил. «Наблюдая за всем этим сейчас, начинаешь подозревать, что Орден существует уже очень давно, но никто не знает наверняка. Я практически обвинил Грэма Бернета в том, что это он придумал все эти практики». На что Бернет ответил. «Я всегда думал, что они пришли откуда-то из Франции. Я отправился изучить архив неопубликованных отчетов об акциях птиц, который по каким-то загадочным причинам хранился в большом дорожном сундуке в углу кабинета Коди Аптона, исполнительного директора Американской академии искусств и литературы. Внимательно просматривая документы, я заметил, что в них нет записей о каких-либо акциях до 2010 года. «Я поговорил с Хансен. Я бы посоветовала вам поговорить с Джеффом Долвином и Сал Рэндалф», — наконец сказала она. «Вероятно, эти люди были свидетелями с самого начала». Когда я спросил Долвина, тот рассмеялся. «Когда я начал практиковать, я не был особенно осведомлен о деятельности других птиц», — уклончиво ответил он. «Были только я, Грэм и Сал Рэндалф». «Тут он осекся. Вы говорили с Сал?» Рэндалф, художница и писательница, автор книги «Применение искусства», договорилась встретиться со мной в просторном кафе на Манхэттене. Ее волосы были коротко острижены и окрашены в насыщенный синий цвет. Она рассказала, что тема внимания заинтересовала ее в конце 90-х, когда она занималась искусством в Провинстауне. «Ты проводишь всю зиму, создавая серию работ, которые потом выставляешь всего на две недели летом», — вспоминает она. «Люди исполняли один и тот же знакомый танец. Подходят к произведению и искусство, слегка наклоняют голову, кивают и переходят к следующему. Все это длится 2-3 секунды». После месяцев, потраченных на живопись, такая реакция казалась до смешного ничтожной. «У меня было ощущение, что искусство, поэзия, любая культурная работа — все это тратится впустую с чудовищной скоростью». В 2010 году Рэндольф познакомилась с Бернеттом на одной из дискуссионных панелей. Он работал с Долвином, и втроем они начали общаться. «Мы стали думать о произведениях искусства, которые нуждаются во внимании, но не получают его», — объяснила она. «Я сказал ей, что не нашел никаких прямых свидетельств в деятельности Ордена до этого момента. Соответствует ли это ее пониманию его истоков?» Она замолчала. «Это соответствует моему представлению о том, когда группа людей узнала друг друга», — наконец произнесла она, глядя мне прямо в глаза. Но это было очень и очень давно. Во время одного из моих последних визитов к Бернетту я застал его в игривом настроении. В тот вечер должна была состояться акция птиц. «Полномасштабная ситуация, требующая внимания парамедиков», — объяснил он. Произведение искусства, общественная скульптура Питера Лундберга, было окружено съездом с моста Джорджа Вашингтона, расположенного неподалеку. Птицы уже много лет держали ее в поле зрения. Пассажиры автомобилей могли мельком увидеть ее сбоку, проносясь мимо, но не было никакой возможности рассмотреть ее как следует. Затем в прошлом году управление порта вновь открыло давно бездействовавший северный пешеходный переход на мосту Джорджа Вашингтона, сделав скульптуру доступной для обозрения пешеходам. Я прибыл на место заранее. По пути я прошел мимо Брэда Фокса, сидевшего на скамейке автобусной остановки в темно-синем плаще. По обыкновению птиц он не подал виду, что узнал меня. Пешеходная дорожка с обеих сторон была огорожена сетчатым забором и зелеными перилами. Велосипедисты ловко огибали повороты. На неровной площадке рядом с грузовиком покоилась изящная скульптура из стали и бетона, словно кто-то поставил ее здесь во время путешествия и забыл забрать. Я заметил знакомую фигуру, неспешно идущую по дорожке. Бернет в серой толстовке с натянутым на голову капюшоном. Через минуту за ним последовал Наленс, одетый в черную куртку и спортивную шапочку. Потом я увидел Лох, Фокса, Кристин Лоулер. В конце концов группа сбилась в фалангу у северной дуги аллеи. Седовласый мужчина на мгновение присоединился к ним, пытаясь понять, что они там увидели. Когда прозвенел колокол отрицания, птицы вышли из строя. Бернет изучал дренажную решетку. Фокс нашел тихое местечко, чтобы прилечь. Внезапно поднялся ветер. Воды Гудзона потемнели, приобретя угрюмый свинцовый оттенок. Пешеходная дорожка огибала скульптуру подковообразной петлей и, повинуясь внезапному порыву, Наленс объявил реализацию, ведя группу на другую сторону изгиба. Они сформировали новую фалангу, обращенную в противоположном направлении. Пятеро людей, отдающих всю свою энергию произведению искусства, скрытому от глаз на протяжении многих лет. Быть может, это игра моего воображения, но казалось, что стальные бока скульптуры вспыхнули новым значением под силой их внимания. Солнце уже садилось. Горизонт Нью-Джерси был очерчен тонкой золотой нитью. Я наблюдал, как группа применяет свою необычную силу к произведению искусства, и это было одно из самых подлинных зрелищ, которые я когда-либо видел. По материалам The New Yorker. Автор – Нейтан Хеллер. Переводили – Эвелина Пак, Влада Ольшанская. Редактировала – Анастасия Железнякова. Озвучил – Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара, Злобный Кусь, Татьяна Король, Евгений Столетний и Леонид Серебряный. Спасибо вам. Ни о чем.